добрый день дорогие друзья приветствую вас на пляжике адлера это пляж чайка многим известны я вас сегодня приглашаю прогуляться по пляжикам посмотреть как здесь все выглядит как изменилось рассказать о своих ощущениях потому что я здесь не прогулялся на года два хотя раньше вот допустим с левой стороны у нас находится южное взморье и я в нем даже отдыхал краски пандемия в тот момент было и разрешили отдых таких вот пансионатах было круто южное взморье советуюсь вы по деньгам его тяните здесь пересечении улицы калинина и просвещение давайте сначала по пляжу южного взморья и прогуляемся потом вернемся в эту сторону и проходимся до речки мзинта можете видеть сколько людей на лавочках любуются великолепными видами на море а здесь ничего так и не изменилось остался такой проход транзитный проход на пляж огонек через пляж и южного взморья приходил шторм посмотреть как засыпало спуск пляжу подготовили уже пальмы к зимовке конечно помню какие здесь крутые растения если получится покажу вам корпус которым я отдыхал и думаю что вам очень понравится туда вид если вы хотите посмотреть посмотрите обзорчик конечно южное взморье там не очень зашло потому что и лес которым вы проживаете шум в этом море полностью по всей территории пансионата невероятно круто здесь есть и детские площадки тоже на берегу моря родители с детьми приходят а так для всех сейчас людей гуляющих по нами территории конечно же закрыта вот таким вот заборчиком ну и морешка волнуется не купается что-то в сочи температура моря плюс 11 показывает меня под датчиком но люди которые купались говорят что градусов 15 по ощущениям температура воздуха сегодня плюс 13 градусов ну и всех поздравляю светлым праздником крещения желаем счастья здоровья всего самого светлого и прекрасного место и корпус которым я проживал у меня выход был в эту сторону угловой по моему на третьем или четвертом этаже номер и оттуда когда я спал на балконе было невероятно классно слышно море в тот момент не работал кстати фонтан сейчас его починили очень классно также еще хотелось бы отметить что здесь есть вот такой вот аэрарий пляж на котором можно загорать галушом если он закрыт и там никого не видно кто отдыхает вышли сейчас на пляж огонек здесь вот очень нравится у меня все работает везде все заведения практически то есть этим сочи а для привлекая то что вы приезжаете не получаете безлюдные пространства он не спокойно можно отдыхать парень шортах идет кто-то в куртках и вот собственно вид на пляж огонек если вы любили здесь отдыхать пишите об этом в комментариях будет интересно вас послушать интересно работает ли мужские туалеты женские все закрыто хотелось бесплатно попасть жаль какая непредсказуемая погода все-таки уже дождик срывался и тут бац начинает проглядываться солнышком вернулся на пляж чайка пойдемте попрогуливаемся посмотрим что как я не могу понять как работает платная парковка здесь очень написано что она платная но куда парковаться не стоял с той стороны поставил там вроде бы знака нету надеюсь машину найду по возвращению люди камушков насобирали в этих местах я помню были перестроения такие колоссальные сказать что что-то изменилось ну нет все так еще продолжают что-то ремонтироваться это заведение нравилось такими местами возле набережной с видом на море но сейчас закрыто не работает отель здесь находится ну и здесь перестроение вроде бы закончилась но что-то как-то не запустили в эксплуатации еще это здание вот морская галерея скоро открытие уже пару лет не открывают шторм ли так натворил делов эти под разрушила плитку здание набережной которая здесь была и здесь какое-то тоже помещение строят типа кофейня изменения вроде бы как бы есть и вроде бы их не сильно много тут походу поразбивала что любит мины стекла потому что были тем самым штормом вот это да это мощь стихии контраста смотрите люди в куртках сам и тут тоже в куртках а там вас парень в шортах собрался по ходу на купание море порелаксируем немножко для девушек я думаю будет полезно посмотреть на мужчин которые купаются только девушек я показываю да нет пожалуйста девчонки не благодарите пока купался мужчина пришли люди кормить чайка здесь летелось просто невероятное количество он походу пошел еще на один заплыв далее вот после вот этого домика построенного просто пока не знаю что это вот такой вот надпись из дерева можно на качельку сесть адлер написано дальше про булочка кстати тоже сделали аребрендинг много чего поменялось конечно на набережная даже сказать что не узнаю этот маяк кафе осталось на месте закончился прежде сезон что но туалеты при меня удивляет у рыбака заведение еще одна кафешечка ты все работает практически а тут тоже непонятно комплекс огорожен почему-то но появился раньше его здесь не наблюдал может быть только делает конечно круто сколько всего нового появляется на набережных адлере и скамеечек вам куча людей тоже на прогулочка просто вау такой эффект душевненько подходим фламинго одному любимому моему отельчику из-за того что там бассейн есть когда-то в нем тоже отдыхал вот смотрите тут ездят машину перевозят всякие вещи разные и вам везет георг это супер реклама вот это место мы как-то раз были делали обзор на эту столовую нам что-то не зашло по ценникам было дорого тех посмотрим сколько сейчас здесь стоит допустим больше говядины 220 рублей ну как бы до самое тогда зашло это яйцо отварное 40 рублей но сейчас когда десяток стоит 160 уже не так страшно выглядит то момент за что это да полюбил это место фламинго не знаю сколько сейчас номер стоит когда отдыхал был пятерку сутки банька и вот такой бассейн с людьми купающимися с видом на море это было восхитительно я и в море купался в бассейне купался учет его чем больше хожу по пляжам ты больше понимаю что хочу искупаться сегодня в море возможно даже будет стоит сходить на пляж и занырнуть это здесь не краса водичка почище чем я сегодня выходила на наш пляж чикавовский там где проживаем агало очень красиво смотрится как крупная большая 3 копченая называется местечко здесь написано глинтвейд по 350 везде здесь по 500 600 просят я думаю что стоит зайти попробовать ну и по ценникам вот так вот еще есть такое место устричный гастробар вкусный гад можно идти дальше наслаждаясь видами моря чеечек 150 рублей зеленая основа там и разные вкусовые добавочки сделали красота вот это место мне тоже очень нравится потому что здесь большая такая пальма сосны с ней соседствуют и под ними растут агавы как-то все до боли знакомые при этом столько много разных изменений на набережной эмоции то есть адлях разбивается я помню когда впервые пришел то совсем по-другому все убил по он даже плиточку поменяли здесь сделали освещение совершенно другое круто когда ничего не стоит на месте все двигается вперед девушек которые гуляют босиком по набережным тут вообще огнище как говорится и здесь появился такой бар интересный на пляжный правда из-за этого пляжной территории уменьшается кастрофически может конечно только на зимний период появляется хотя думаю что нет животных предлагают для фотографии кони лазит по набережной в общем здесь есть все посмотрите какая вот так вот заведение фрау марта здесь тоже прям все обновлено металлоискатели здесь тоже ищут ни разу не было но здесь всегда играет такая прикольная музычка немецкая возле этого заведения приходит он почему-то позитивно такая и веселенькая столовой кафе я ел довольно хорошая кухня можно посоветовать влажный гусь называется посмотрите ребятки тут даже на берегу мешочки установлены можно посидеть здесь владычица морская ну и самое главное достопримечательность конечно чуть дальше будет эта рыбка которую надо потереть и все мечты забываются она вся перетертая чайка 2 пляж это место называется это же видите везде идет какая-то работа благоустройство делают ребята класс тут тоже ребят вообще везде чистоту порядочка прям наводят эти какие лавочки красивые лишь не знаю платно-бесплатно хотя в аддере дайте что-то бесплатно это прям редкость вот лавочка на можно посидеть бесплатно сто процентов в это хочется верить ну и такие вот речки нет нет втекает в море еще новогодние украшения остались я думаю что тут они его поддерживать но год будут долго тепло очень тепло очень комфортно радует что не сбывается пока прогноз на дождь что время уже к 12 подобрался воды с неба все еще нет тоже столовая но здесь я не ел не могу прокомментировать как там молодежь типичная есть разные маленькие аттракциончики дальше и даже на пляже становится людей уже много интересно что может сама мандарин апельсина будет происходить здесь заведение по наставили уже крыши на своими столиками то есть развитие тоже идет набережная бац сузилась сначала столики потом домики потом второй этаж в общем сочинский бизнес развивается ручки сушеные глинтвейны тоже ну и ценники можно посмотреть чё почем общительные продавцы тоже радуют потому что раньше я помню тут был один негатив я потому что один из первых кто вообще ходил в урок на города показывал сейчас уже все привыкли что надо с позитивом и тогда все будет хорошо и красиво в их ответ молодцы ребята подстраиваются здесь я тоже отдыхал отель фестивально помню в коридор выходили у меня окна и нельзя было понять ночь или день как быстро время летит скольких местах уже умудрился побывать сколько всего увидеть посмотреть где по отдыхать то что идешь вам говоришь вот тут я был тут я была даже в 7 не помню где в адлер жил красивая фотозона не хватает возгласов пойдемте постреляем на даче не проснулись продавцы или тут так не принято а здесь купание происходит смотрите прям массовый заплыв три человека сразу мы подходим к самой такой насыщенной зоне этого пляжа обычно в зимнее время здесь все эти террасы разгораживали а в этом году нет то есть ну и может быть уже прошлом году нет было они раньше когда я приезжал тут было по свободе купить это как-то так называется кафешечка внутренняя зона там дальше здесь foodport в сочи медийное место сейчас мидии стали очень популярны и пляжи просто застроены вот тут еще и хотя бы зону для занятия спортом есть помимо всего остального учета только не предлагает бедный обезьян уже третью по моему за прогулку по столь короткой набережной встречает то есть получается в сочи с эксплуатации животных не борется от слова совсем прогуливаясь по набережной встретил своих подписчиков семью они хотели со мной сфотографироваться это было очень приятно исполнил ваше желание спасибо как вас зовут откуда вы иван мордова тамбовская область я хотелось бы передать привет группе маскировочной сети мордова девушки всем привет победа будет за нами от души и я тоже благодарю каждого человека кто неравнодушен и помогает нашим солдатам будь то там денежка будь там время свое потратить на то чтобы сделать для них защиту спасибо вам всем и маскировочным сетям в мордову привет огромнейший ну а от вас пару слов скажите как вам вообще отдыхается нравится прекрасно отдыхается в тамбове сейчас минус двадцать мороз страшный гололед поэтому приятно побывать на море вы купались как водичка плюс 10 что мне комфортно вам хорошо отдыхать спасибо что смотрите это очень приятно вы как давно с подписчиками не встречался так немножечко непривычно правой стороны rustics начал появляться кстати название у меня подписчики спрашивали когда киевси заменят у нас в анапе ну вот пожалуйста уже тут поменяется частично с левой стороны вкусно и . тут очень много разных фудкортов кстати наведение для меня то что теперь с набережной здесь не видно море интересно ради чего закрыли ох ты ё посмотрите тут что натворили это сделали зону отдыха для кого-то прям на пляже и отгородили от всех этими вот туями крутяк просто я вот ходил сейчас хвалил это мне как бы не очень нравится но нам чуть-чуть осталось и мы дойдем уже до речки мзым то прогулка мне кажется получилось классно этим были встречаться еще с подписчиками концент круто сколько здесь разных мест появилось на пляжах а вот походу это отсюда зона тут бар это на какой-то как пляж что ли поспрашивал это от мандарина такая зона там детский бассейн аквапарк две с половиной в сутки с человека посещения то есть сделали такую зону как говорится главное чтобы не мешало людям на пляж проходить потому что чем больше разного благоустройства тем только плюс от вот он аквапарк мы до него еще просто не дошли да вот вам пожалуйста проход на пляж слева справа такие зоны мы проходы на пляже конечно сделали очень крупный пляжный комплекс мандарин называется посмотрите как он выглядит такая пляжная детская зона но смотрится круто ничего не сказать конечно это в прошлом году все запустилось доходим до реки мзым там и посмотрите помимо того что сделали платные зоны какую зону отгрохали просто для отдыха бесплатного я предлагаю для вас зайти сюда и посмотреть на этот городок я такой позавидовал на перх резиновое покрытие а вторых очень много мест где можно детям полазить во вторых даже есть качельки и это все еще с видом на реку мзым то как это круто смотрится а там еще и получается или как велодорожку или прогулочную зону делает в дальнейшем просто такой вау-эффект слушайте очень-очень красиво и очень интересно сейчас мы с вами будем наблюдать такой наверно для нас фанопчан редкость как посадку самолет вот он заходит он прямо сейчас здесь надо рекой будет совершать это действие и ребята здесь стоят смотрят полу всех круто лавочки для родителей качельки скамейки кошки лазалки для детей причем все бесплатно все безопасно ну и самолетик хотя по ходу тучки все-таки хмурится их дождь пойдет кто разбирается самолетов пищите кто это заходит на посадочку какие-то как низко и если что тут не хватает это прохода туда дальше поэтому будем немножко перепрыгивать проходя мимо увидел что стоят качельки до берега моря подошел короче хотел посидеть покачаться там камушек лежит написано на нем 300 рублей в час бизнес ребята идея то есть не тема в этой жизни занимается 10 часов одну качельку ждал 3000 заработал а там их два три четыре пять шесть семь восемь десять грубо говоря на один час это по три тысячи в час можно зарабатывать сейчас просто пока что-то не виду думаю в летний период там плюс но что здесь на пляже и места особо то нет в общем вот такие вот ценники невозможно конечно завершать там видеосюжет без прихода на эту косу здесь морешка соединяется с рекой мзым там обычно тут воды с реки идти гораздо больше надеюсь что нам повезет и нас отсюда не смоет с той стороны тоже было неоднократно на пляже вам показывал там тоже очень-очень круто и интересно здравствуй море море чуть-чуть меня обняла тут сочи продолжается тема пляж чикавовский приехал парень один окунается и куча народ его снимают что-то как будто холодно надо пощупать может мне не стоит красивые облака называется мамонтуса смотрится этот прям вал если солнце стрянет из-под облаков будет очень круто пешка ты как там теплая да сучь вообще вода теплая чё где тут ухает охует надо попробовать о кстати здесь тоже по моему кто-то или собрались покупаться или искупались что-то прям вообще хорошо отметил мужчину прям качает но я в принципе готов попробовать богом попробуем не знаю получится ли нет давно не купался после последнего на 1 января купания 39 половина температура была а 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 и а а а Долго не будем испытывать судьбу, в общем, дорогие мои, с праздником, великим вас прихищением, дай Бог здоровья, чтобы и я не заболел, и у вас все, чтобы у вас хорошо, но самое главное, мирного неба всем над головой, от души привет вам в Черноморске, с вами был Юрий Озаровский, всем пока!